Получил письмо Валерий Константинович Дальневосточной Научной Библиотеки в Хабаровске В сельхозотделе Есть совместная книга Скордиумова Как перехитрить, это моя Скордиумова, Как перехитрить климат и журнал Вестник Садомода с вашими статьями Кстати, в последний раз я переживал, я посмотрел список тех, кто присутствует здесь, сейчас я этого не вижу, и расстроился, что не было реплика, а он как раз есть главный редактор этого журнала И то, что там есть журналы с моими статьями, это не моя заслуга, а заслуга главного редактора Ребрика, потому что в тот момент поступила команда ФАС, и мои статьи исчезли и в Белоруссии, и в Казахстане, и в Украине, и в России, в Москве Вот это было А прибыль Кстати, кто его может приказать? Вот получилось, что до сих пор от этих журналов есть польза, видите? Но это один пример Я вдохновился и организовал ни от ни продажи, дарение книг нашей Центральной библиотеки Горнстана Кто-то даже видел мои фильмы на эту тему Вот что я продавал, диски учебные, журналы и книги Все три книги, записки за «Чернадцатый народ» садово 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 на русские премии Вот, но пока об этом наука не знает, потому что ей нет досуг Да и нет национальной гордости Вот так дальше Приезжает съемочная группа Сабакана Вот она, съемочная группа И снимает сюжет, как я дарю книги библиотеки А я, чтобы, вы знаете, никогда себя не выпячивал Я взял, когда меня снимали, громко голос сказал Так, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать Я посиделся, может быть, двенадцатый из этой компании Но ни первый, ни пятый Вот, я взял и громко сказал Саиногорский феномен родился благодаря этим людям Специально еще раз Большая часть из них Нет, не больше Ну, Царство Небесное Боднеру, Бородичу, Байкалову Вот, Левицкому, Сосникову Ну, слава Богу, половина есть Вторая половина еще жива Вот, а на всякий случай считаю все Бельтяевский, Жестовский, Защитина, Филиппиев, Тотаров Вот, ну, наверное, надо было добавить еще Дускобилова, он куратор моего сада Это меня вдохновляло Значит, тоже какую-то определенную пользу нам он принес Вот, все-таки это Крыша не крыша, но его авторитет поддерживал Это же вот А сам феномен начался Мы стали лучшими во всей России Возможно, во всей СНГ Вот, СНГ И через 10-20 лет Все было уничтожено руками садоводов Вот, и просто сады постарели Вторая причина А замена пришла в виде узбекских Молдавских Вот, итальянских деревьев Все, весь этот мусор И вся эта хворост Вот Занял место саженцев, которые выращивали вот эти уникальные люди Так И Наша Любительская Которая превзошла Научное Садоводство Приказала долго жить Вот Ну, это я дарю книгу отдельно Похвалила меня ведущая телеканала Тут же сбегали в машину И нашли для нее лишнюю книгу Библиотеку я тоже был восхищен Это же так было великолепно После ремонта Чуда Но так мало этих самых Так мало Так мало Вот и все посетители Вот Все-таки Как туда вернуть обратно Я не знаю Ну, все бы то были Не только для того, чтобы Я похвастался книгой Про это Подарил Вроде того, чтобы хоть Люди вспомнили Что, ну, есть же центральная библиотека Ну, это мои 500 книг Еще столько же У этого У редактора в Питере У Пала Троценко Это и все Вот Теперь Ребята Вот У меня там Столько Много этих Как бы их назвать Учебных материалов Причем Все это надо То, что Ну, вот Пришла же Вот это вот Комментарий Ну, не мог я Дело в том, что А мне этот комментарий Я таких жду Потому что Они дают почву Для раздумий И когда я начинаю Лихорадочно думать А может, он прав Где-то ночью Уснул, утром Проснулся Смотришь что-то Сам помнил Вот И Пожалуйста Он сейчас Вы поймете Что он как раз И бил ввиду Что все Что я говорю Все что я говорю Что все Это вам не надо Сейчас поймете А меня это за дело И Видимо Человек Достаточно Может быть Он простой человек Такие есть Даже среди людей Без высшего образования Но по-моему Это все-таки Из ученого Сословия Которые все-таки Ну давайте вместе Коротенькое письмо Здравствуйте Валерий Костянович В последнее время Я поверхностно Заинтересовался Вопросами Поверхностно Из области Астрофизики Квантовой механики Представляете Ого Вон поверхностно А мы вообще В этом деле Смотрим Как я понимаю Именно из понятий Или допущений Квантовой механики Можем попробовать Научно объяснить Радио Радиэстезию Я сразу Чтобы не пугались Это значит Излучение Шаманизм Телепатию Другие чудеса Тонкого мира Вот Тяна Александровна Это нас с вами Мы жжали Теперь в одной колеснице Это нас с вами Сейчас по морде Извините По вашему Личику Милому тоже Как оказалось В этих науках Ужасно много Интересного В том-то и дело Ребята И так же ужасно Много трудного Для осмысления Человеком Средних способностей Кого он имел ввиду Себя нет Меня тоже нет Он имел ввиду Друзья вас Кто-то сейчас Отключается И переходит К этому Какой-нибудь Телешоу Он имеет ввиду Вас И я зря с вами Это Что называется Лясо точу Вот кого он Я вначале подумал Он меня хотел Это Нет Это вас касается Вот Ну у нас Очень высокий Знаете как Нас назвал Этот Латинков Самый интеллектуальный Кружок в России И он прав Что творится На других Там где Такие же люди Там два-три Делают По году Вот Но это Такая Дремучесть Невероятная Страшная И Вот Попадаются Вот такие Вот Не буду возвращаться Как Татьяна Александровна Но это Исключительно И не зря же мы В одном кружке Это не случайно Смотрите дальше Самое интересное Впереди Оказывается Нет четкого Научшего определения Что такое энергия Согласен Вот А дальше Поймете С кем мы делаем Это один Из кирпичиков Мира Осмысления К слову Она растет Только дискретно Расшифровать Ладно не буду С коэффициентом Два Как бы сказал Чукчук Какой умный Однако А понятие Пространства Искривление Конечность Бесконечность И времени Его замедление Или остановка Свезут с ума Любого Или он издевается Наверное И Начался Собеседник В ваших Видеоуроках Эти вопросы Затрагивать Было бы Просто утопией И потери Внимания Аудитории Он там за меня Беспокоится Что я останусь Один Что вот Когда я начну Сейчас говорить Они же кое-что есть На эту тему Я их приготовил До него Как нарушил Кто-то Взял И Заставил Подписаться Под моим Под фильмом И вот он Пишет Итак Я теряю вас Все Помните Фильм Вы теряете Меня Обращаюсь В скорой помощи Это чисто Моё мнение К тому же Умение Вербально С учетом Аудитории С учетом Вас Объяснить Суд Проблемы Это просто Титаническая Работа Так Как она Титаническая Все на поверхности Режет Вот стоит Только Посмотреть Вот Своими глазами Ничего Сложного Нету Вот Вы знаете Что такое Чакры Нет Сказать вам Это я Только сейчас Вот это Сравнение Вот сейчас Я готовил Другие Более Серьезные Вещи Что такое Чакры Вот Семь штук Я проверил Рамками Да Семь штук Для меня Это Организм Человека А это Электрическая Машина Не верите Иголкой в любом месте Откните Руку Ногу Пятку Глаз Ткните Я шучу Про глаз Вот И вы узнаете Что этот Человек Это электрическая Машина А чакры Это Распределительные Электрические Шкафы Другое дело Природа Электричества Другая Это Электричество Как бы Псевдоэлектричество Но это Мы сейчас Не будем Разбирать Когда-нибудь Вернемся Вот Это Распределительные Электричества Шкаф Вот Что это То есть Я сравнив Вот Здесь Высоковой Терене Вот Есть Подстанция Вот Распределительные Все Проект И так Он Себя Назвал Петр Вот Тогда Я Сказал Себе Но У меня Вот Этот Материал Был Готов Итак Четыре Идиотских Учения В школах Я опять Возвращаюсь Он Знаете Почему Зацепило Его Моё Желание Моё Богоискательство Я Ищу Проявление Бога Везде И Это Проявление Они Есть Везде Это Тут Даже Не надо Быть Как говорится Спиноза И не надо Это Самое Как там Постоянно Почувствовать Это Не Беном Ньютона Я Кстати В школе Учился И этот Беном Ньютона Разгадал За 2 Минуты А то Беном Ньютона Во чем-то Невозможном Вот И вот Четыре Дёрстких Учения В школах Вот Ну Для Начала Вы знаете Когда Не Было А Я Почему Я хочу Чтобы Менялись Понятия Однозначно Вот это Так И точка Сейчас Я даже Высмеивать буду Школа Неправильно Ставит Вопросы И ответы Она утверждает То что Когда-то В 15 веке В 19 Даже в 21 Считается Истинной Последней Устанцией Одна из них 100% Истина Что Бога Нет Вы знаете Об этом Вот Истина В кавычках И вот Тогда Я беру Ну Второй час Все равно Обещаю Будет Нормальный Про учебу И так Я беру То чего Не было У Докучаева Помните Это самое Учение О почвах Этого Не было Ни у кого Из 19 века Вот А вот Это Когда я Просто Вы думаете Я что Вот эти Квадатики Подбирал Специально Нет Вот как Я набрал Форма Почва В разрезе Вот как Набрал Так Эту картинку Сфотографировал Прямо с экрана Ничего не видите Ну правильно А что тут видеть Земля искусственная Создание Посмотрели Да Вот эта кистепёра рыба Потому что Где-то до Середины 20 века Уже когда Мы знали Мы знали Мы обезьяны Только хвост Отвалился И вдруг Внезапно Мозги Вот так Раз Увеличились И Вот Вот эта кистепёра рыба Она сотворила Сенсацию Наконец-то Через 100 лет После Учения Уже Когда Мире Бога Уже Когда Чарль Дарвин Это Уже Низвёл нас До состояния Обезьян Было вывод На несколько Этих рыб Которые явно Выползли на берег Когда ползают По дну Почему-то Этого внимания Не обращают А то, что у неё Вот эти кисти Якобы Это кисти И она Выползла на берег И стала Нашим Предком И какая Была сенсация Пусть Советский Союз Но ведь Это было Атеизм И как это Звучало Со всех Утюгов Со всех Этих Радиостанции Вот Нашли Вот оно Звено Точно Вот он Наш Этот предок Ну Мы ещё не Уключили Этот телевизор Но я не могу В другом Когда-то был Такой Всё Проехали Смотрим дальше Наконец Надоело Жить в воде Ну прям Таки уже Сил не было Так хотелось Косушу И вот это Чудо Научилось Было Из болота Из жидкости Вот И Это следующая Это ступень Эта жреба не могла Это Выпрыгнуть на суше Ему тут же съели Раз А нет Ещё некого было кушать Но всё равно Вот А вот этот Уже иллюстик пригод Считает звёзды Вот он Снизу слева И Мечтает летать И вот от него Вот аптечки-то и произошли Понятно, да? Но перед этим были земноводные Вспоминаем Школный учебник А потом были Эти сам Почти земноводных Уже получились Эти самые Динозавры А потом и динозавры До сих пор считают Что Ворона Попугаев Что это все динозавры Остатки того племени Могучего Вот Это Скажите Уважаемый коллега Вот он Пётр Я что Это самое Порез в эту что ли Вот это все Это что Квантовая механика Хорошо Про квантовую механику Пару слов А потом пойдем дальше Дальше Еще интереснее И смешнее Я еду К себе И Стоит скромный Священник Одетый по-священнически Вот Я никогда Мимо не проезжаю Я всегда всех подбираю А тут тем более Священники Я их уважаю Вот Остановился сам Посадил И куда Эту самую Майна Там служил в церкви Кажется он назвался Александром Но я точно не помню Вот Я тут же не мог удержаться Я говорю Это Отец Как это Батюшка Ведь Он молодой Симпатичный мужик такой Так располагает Я не выдержал Батюшка Ну Сколько проявлений Бога Ну сколько можно Ну почему В церкви Это доля Ой В школах Это доля Проповедуется Настоящая доля Подлая Наглая Вот Смертельная опасность Для всего живого Попробуй Разрешили убивать Атеисту разрешают убивать Вот А Бог не разрешает Выгоднее быть Атеистом Если у тебя в руках Ружьё И вот Получается Он мне говорит Ну конечно Мы знаем И говорит Один из самых Краеугольных Один из самых Краеугольных Парадоксов Парадоксов Науки Физики И прочее Это то Что Электрон Электрон Это и Частица И волна А этого Не может быть И всё Он говорит Вот это проявление Бога Я ему аплодирую Я это Пример уже сам Сто раз приводил И в школе Все дети Ну так Ты пойди в школу Ну так Я имею ввиду Не его Он Чуть-то Хорот откроет И уволит Чёрт И другого Значит Который Не будет Вопросы Задавать Но Сама Церковь Это Сколько Можно Надо Переделать В школе Учебник Не так А вот так Но это Будет Потом И так И листый Прыгун Выпрыгнул На сушу Вот И превратился Наконец-то Пусть я Когда-то Показал Эту фотографию Ничего Старше Не случится Это Мышка Наружка Это Землеройка Наш Прямой Предок Ура Наконец-то И вы знаете Это Именно Официальное Мнение Науки Сейчас И вот Эту Дурь Неверенную Невиданную Повторяет Только для того Потому что Альтернативы Нет Смотрите Ребята Извините За Это Он Виноват Вот Зачем Он Меня Про Это Что Сейчас Разбежитесь Поняли Вербально С учетом Аудитории То есть Не зайти До Самых Самых Вот Нас Допустим Через месяц Будет 500 просмотров И только Самые 500 И Которые Случайно Не Закончили Среднюю Школу Ну Вот Я Должен Объяснить Чтобы Было Понятно У нас Извините Помните Статич Половина Из нас Высшее Образование А Половина Из нас Инженеров А еще Половина У нас Просто Долковых Людей Помните Дальнобойщика Мезиного Рядом Брятский Институт Я думаю Очередь Будет К нему Оттуда Все Через Осад Пройдут Спросит А как А мы Тоже Хотим Вот Такие У нас Люди Понимаете Я всегда Пройдем Мезином Дальнобойщик Его бы Директором Института Представляете Вся Брятская область Покрылась Персиками Буквально За 5 дней У него 5 лет назад Не было 5 лет назад У него Персиков А сейчас Ой-ой-ой Ладно Пошли дальше Итак Посмотрели мы Вот Еще раз Здравствуй Дедушка Или даже Бабушка Вот И вот Когда Я все-таки Лучший ученик Школа Это не шутки Так Я победитель Олимпиад школьных Это не шутки Я читал Уроки Лекции Места учителей Это не шутки Вот Я чего-то стою Вот Лучше изобретатель Города Нариска Ну наверное Я говорю Это не тихо Ставства Чтобы вы поняли Что Моего ума Хватает Для того Чтобы 100 триллионов Клеток Которые у человека Среднего 100 триллионов Так Разбить По годам По векам И по миллионам лет И получается Однажды Ну это чуть позже Однажды 30 миллионов Ну ладно 60 А я взял Якобы как 100 Ну как могла ошибиться Специально взял Худший вариант Получается Что когда У этой мышки Родился Ребенок Так У него Прибавилось Уже В следующем поколении Взрывного Не могло быть Исключено Вот Почему В норку Не влезет У него Его Ребенка Будет На один Плюс-минус На один Миллиард Клеток Причем Клеток Дифференцированных Вот Любят они эти Термины Думаю что Запутят меня Дифференцированные Значит узко Специализированные Понимаете Миллиард клеток Вот взяло И добавилось Вот Они сейчас такие же Копните землю Сидят И ни одно Это Ни одно Миллиарда Не прибавят А нам придумали Эту историю Для чего Варианты Было еще А и так Каждое поколение Еще миллиард Еще год Миллиард Еще год Миллиард Допустим Взять тысячу лет Триллион Вы поняли С чего С какого Ее что В зад Ставили трубку Надували что ли Как Мы Этих Лягушек Дети надували Ну объясните мне Откуда это взялся Миллиард На все еще поколение Есть еще вариант Есть вариант Пан Сперми Замороженная Глыба Льда И так далее Вон лягушка Размерзлась И все И захватывала Вот Представили Представили Пан Сперми А вариант Допустим Этот Просто Инопланетное Происхождение Разумное Неразумное Тоже Отрицается Божественно Избавив Боже Что вы Ведь завтра Запрещено Будет убивать Если это станет Если религия Она у нас Государственная Это Считается государственная А формально Она независимая Если завтра Она действительно Завладеет умами Миллиардов Миллионов Вот Тогда Войны станут Невозможными А этого боятся Как огня Понимаете Остается Мышь Вот это Вот Что перед вами Мышь Вот это Которая За несколько Десятков Миллионов Лет Это так Быстро Стало Человеком А доказательств Нет И вот Однажды Я люблю Прикалываться После Динозавров Млекопитающие Быстро Вот Делайте Мне Понимаете Знаете Как Было Значит Я Сейчас А Ученые Нашли Древнего Зверя Размером С кошку Все Нашли Та же Как Так И теперь Рыба Нашли Промежуточное Звено Нашли Что-то Там Косточки Размер Вот такой Вот Как кошка Все Вот он Наш Предок И вот И вот Тогда Вот Тогда Значит Я понял Что Надо На это Обратить Внимание Ну Уже Уже Дальше Некуда Уже Доехали До такой Глупости Дикости Вот Что мы Имеем Детей Которые Действительно Чем Скажем Поколение Все больше Становится Похожим На животных А как Было Дело Вот Он Точно Говорил Там Были Вот эти Слова Там действительно С ума Можно сойти Я пробовал Не сойти С ума Еще Подробнее Чуть Когда Вот эта Штука Вылезла Вот она Вот она И может Ползать И дышать И воздухом И жабрами Вот промежущее Звено Вот Надо же Было Так Удружить Нам Вот он Еще один Из предков Только Это уже Не дедушка А прадедушка И вот Значит Она Выползла Землю Начала Заселять И быстро Вот не стало Ни сего Она стала Гигантской Вот гигантской Вот смотрите Видите Женщина Вот она А вот гигантская Достигли От кончика Хвоста До кончика Носа 30 метров Вот Высота Трехэтажного Дома Вот это Вот чудо Чудовище Заполонили Землю Объяснить Невозможно Но Принято Как факт Ладно Потом Случилось Еще страшнее Сказать Что случилось Потом Было Великое Вымирание Получилось Так Вот они Кости Потом Миллиард Лет Не Косточки А потом Сразу Вес И Позвоночное Где Делся Миллиард Ну Ученые Они Все-таки Смолен Соображают Один Из вариантов Видимо Он Самый Подходящий Это То Что Земля Покрылось Ледяным Панцирем Ледяной Панцирь Так И Жизнь Фактически Остановилась Может где-то Там На дне Там Барянской Падины Чего-то Там Микробы Оставались Или там Инфузории Но Полностью Сто процентов Земля была Покрыта Льдом Естественно Костей Нет И целый Миллиард Это Называлось Вымирание Потом Кембрийский Взрыв Ну Видимо Прошел Какой-то Момент Что там Случилось Солнце Стало Лучше Греть Земля Чуть Ближе К солнцу Пододвинулась Может кто-то Пододвинул Откуда Мы знаем Вот Все Нагрелось Растаяли Льды И О чудо Все Полностью Все Эти были Заполонены Так Что Так Столько Было Этих Земноводных Этих Рыб И Прочих Этих Что Все Это Жрало Друг Друг И Быстро Быстро Вылезли Наружу Но Как Или Может быть Вот эта мышка Оставалась Под землей Ну Мало ли Не знаю Как она Выжила Но Когда Она Первая Высунула Нос Это Официальная Версия Она Высунула Нос Из Норьки А Динозавров Которые Они Трехэтажные Дом Они были Вот такие Динозавры Такие Такие Ну Которые Мышами Пытались Они Не могли Вылезти И Это И И Пророчаться У людей А здесь Раз мышка Появляется А никто Забавит Щелкает И И Она Давай Быстро Расти 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 Только Непонятно С Какого Будуна Она Расти Начала Начала Якобы И Вот это Чудо И Случилось Вот это Вот Но Опять Получилось Что Все Это Из Ничего Из Ничего Вот Ну А дальше Понимаете Что Надо Проходить В школе Не Говорить Что Эта Мыш Наша Предок Вот Эту Дичайшую Дикость Глупейшую Глупость Невероятную А у Людей У Тысяч Ботаников Там У Этих Учителей Биологов В Институтах Вот Эту Дурь Проходят Почему Не Сказать Что Один Из Вариантов Потому Что Она Блекопитайщая И Это Единственная Заслука Настоящий Смотрите Здесь Плохо Видно Ее Размер Два Фаланги Этого Мизинца Вот Как вариант Да А Почему Нельзя По Эту Это 170 Минус Человеческую Сперму Не Просто Выдерживает Это Минус Как Как Космический Вакуум Она Еще И Схранится Человеческая Сперма Мускай Вы Понимаете По Сперме Возможно Ну Как Это Как Сказать Как Вариант Просто Сказать Что Давайте Еще Рассмотрим Уж больно Мышка Маленькая И Тупая Чтобы Встать Обидно Мне Обидно Ну На всякий Случай Поздороваюсь Здравствуй Мышка Здравствуй Моя мама Или папа Или дед Дедушка Вот Все равно Не верю И Вариант Это Что Просто Напросто Жить Была Восстановлена Людьми Только Уже С другой Планеты Почему Нет Вот Так Вот И Вот Так Школа И Обязательно А самый Идеальный Вариант Самый Как Назвать Самый Жизненный Самый Доказуемый Это Происхождение От Бога Понимаете Мир Сошел С ума Триллионы Нет Миллиарды Галактик Каждая Из Миллиардов Звезд Якобы Сейчас Она Начет Схва Вселенная Расширяется Все знают Но сейчас Она Все Она Становится Схлопнется И станет Размером Вот таким И вы В это Верите А люди За это Деньги Получают Все равно Что-то Придумать Пройдет Пройдет 10 20 20 Лет Кто-то Умный Высмеет Эту Дурь Вы Представляете Размеры Вселенной Размеры Каждой Звезды Триллионы Тон А их В свою очередь Триллионы Миллиарды 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 Триллионы И все Это Вот такое Меньше Футбольного Меча Вот Потом Кто-то Высмеет Это Скажет Ну Ошибались Степени Получены Все Эти Самые Зарплаты Получены Должности Получены Ну Извините Ошиблись Вот так Вот Теперь Идем Дальше Сейчас Уложился Вот Гениальное Средневродство Ну Это Мы Проходили Вот Вот Этого Я уже Усмеивал Вот Это Вот А Это Уже Вы Понимаете Не Эти Не Миллионы Не Десятки Миллионов Лет Как Этот Самый Динозавр Это Десятки Тысяч Лет Может Еще Смешнее Невозможно Ну И Наконец Жизнь Деятельности Сеченова Это Вот С этого Учебника А Содержание Книги Ясно Приводило К выводам Об отсутствии Человека Бессмертной Души Вот Подлость Какая А Сеченов Не Виноват Это Не Он Написал Что У человека Нет Души Нет Он Током Лапки Этих Самых Мертвые Мертвые Лягушки Током Дергал Вот Он Рефлекс Вот И Все Души Нет Мертвая Лягушка Она Дергается Значит Жива Не Жива А Это Как Сказать Вот Ты Все Открыл Прогрессивно Мыслящая Часть Общества Встретила Книгу Сеченова Восторженно И Пошла Гражданская Война Вот Десятки Тысяч Священников Которые Они Были Честно Искренние Люди Которые Нас Приближали К Богу Хоть Что-то Было Еще Хоть Человеческое У нас Было А тут Пошло Церпях Склады Конюшни Туалеты Да И Что Изменилось 21 Век Это В книге Школьной Программе Выводы Дети Это Они Не Виноваты Они Не Задают Все Вопрос Скоты Они Ничего Высокого Там Не Проходят Вот Я Учился В школе Когда Я Был Норильский Седьмая Та же Седьмая Школа Ночью Мальчишки Били Стекла В ней Здесь Били Стекла В школе Научили Их Этого Чистому Вечному А Вот Что Надо Повернуть Вот Это Вообще Жесть бы Чёртовой Матери Вместе С Этими В Самом Конце Мезозойской Эры Это Учебник Возникли Первые Плацентарные Мелокопитающие 35 миллионов От Примитивных Насекомоядных То есть Мышка наружка Вот эта Отделилась Группа Которая Дала Начало Примата А мы Кстати Мы Приматы Вы не Хочете Нет Вы не Хочете Что Мы Приматы Жег бы Сам Лично Бы Жег бы Демонстративно Вот Потому что Я не Скотина А сколько У меня Пример Мурмурация Тысяча Птиц Двигаются Как Единый Организм Как Это Возможно Это Значит У них Биополе Есть Общее А Биополе Общее Душа Общее Так Все Я Вот Это Пропущу И Это Пропущу У этого Чека Был Шанс Позвонить Железу И Сказать Давай Вместе Напишем Это Самое Теорию Происхождения Жизни На Земле А Не повернулся Жизнь Появились Намёки Появились Намёки Что Вода Не только Растворяет Но и Строит И Получаются Организмы И Вот Это Мою Латинкова Теорию Значит Язык Не повернулся Не сказать Никто Автор Появились Намёки Трус Невероятная Кто Заметил Это Вот Это Популярный Этот Научный Телеканал Кто Заметил Это Ну Можно Было Всё Исправить Всё Всё Что Я Вот Это Говорил Это Моя Статья Разволновался Вот Эта Книга Здесь Слово Чудо Расшифровать Не Будут Вот Дальше Вот Этому Петру Который Назвался Петром Вот Не Назвал Кто Доцент Не Доцент Вот Аспирант Или Доктор Наук Но Шипко Много Грамотных Слов Ставил Вот И Что Получается Абсолютно То Я Только Один Пример Тут Не Надо Знать Это Всё Это Что Вот Все Эти Заумные Слова Я Знаю Но Всё Я Даже Не Став Расшифровать Вы Понимаете Что Творится На Дорогах Вы Понимаете Что Людям Нельзя Садиться За Руль Многим Саша Нельзя Пьяным Нельзя Сонным Нельзя Со Мнам Нельзя Они Реагируют На Подземное Излучение Ну Кто Когда Остановит Это Кто Когда Обратит Внимание Работа Только Патологоанатом Детским Добам Сиротам Куда Потом Когда Родители Гибнут Ну Это Можно Было Бо Уже Это Ну Что Это И Что Я За Умного Такого И Что Я Непонятного Сказал Продолжение следует Продолжение следует